В Мариуполе оккупанты уничтожили памятник погибшим героям Украины. Идиоты лишили себя права на истерику по поводу сноса совковых мемориалов Балтии, Чехии, Берлине и других местах, а снесут все во всем мире. После этого мариупольского хамства все вопли о памятниках с российских трибун превращаются в простое фиглярство, око за око. Штаты разжигают ненависть к России, штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений. Тем временем Министерство убийств и разрушений России разродилось очередной бредятиной по поводу того, что украинцы совместно с американцами придумали COVID-19. Но и не только его. Украина принимала участие в проектах UP9 и UP10, в ходе которых изучалось распространение африканской чумы свиней на территории Украины и в странах Восточной Европы. Напомню, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку ОСП и обезьян чрезвычайной ситуации международного значения. Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию. Возбудитель инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получает пандемическое распространение. Только не спрашивайте, как организация, возглавляемая оленеводом, проследила тенденцию от чумы свиней к ОСП и обезьян. Все это временно. На заседании ООН от постоянного представителя РФ Василия Небензи прозвучало обвинение в сторону Украины в создании биологического оружия. На этот раз, по его словам, военно-биологическая программа в сотрудничестве с США родила на свет боевых комаров, которые заражены опасными вирусами. Одновременно остается без ответа вопрос о патенте США номер 8967029B1 от 3 марта 2015 года, выданном Бюро США по патентам и товарным знакам, на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. И тот факт, что это вам не нравится, не делает наш запрос нелегативным. В ООН больше не намерены слушать такие заявления. Российская Федерация неоднократно распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о грязных бомбах, химическом оружии и биологических исследованиях. Сколько еще мы должны терпеть эту ерунду? Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявляла о намерении запустить расследование деятельности американских биолабораторий на территории Украины, говоря, что лаборатории являются военными объектами НАТО, а Украина даже не входит в альянс. В ООН уверены, что таких лабораторий просто не существует. Все, что есть у России, это причудливые заговоры. Заговоры, которые сегодня вызывают не больше доверия, чем шесть месяцев назад, когда они впервые представили их на этом совете. Российские политики и пропагандистские каналы не раз перечисляли то, что создается в натовских лабораториях в Украине. Это и птицы-убийцы, которых призывали не кормить жителей Белгорода, и летучие мыши, и даже комры-убийцы, которых в контейнерах приносят дроны и луч, стирающий память. Друзья, мы прекрасно знаем, что над нашей братской страной 30 лет строился эксперимент и работали в лаборатории, чтобы они забыли и нашу историю, и наш великий народ, и наше великое героическое прошлое. Почему многие люди верят в существование таких лабораторий и опытных образцов боевых комаров, спросили у психолога. Люди придумывают себе какие-то идеи, которые абсолютно уже попадают в категорию бреда, для того, чтобы уменьшить собственную тревогу, объяснить себе, как это так происходит. И окружающие, ну, во-первых, в популяции вот эти вот расстройства, они тоже достаточно сильно распространены. Я не говорю про шизофрению, там маленький процент, но, например, про шизотипическое расстройство, это высокий процент, это раз. Во-вторых, есть люди, которые рядом находятся с этими людьми, они тоже индуцируются и охотно верят вот в такие идеи, которые помогают им собственную тревогу снизить за счет такого абсолютно нелогического объяснения. Россия по меньшей мере дважды заявляла в Совбезе о неких американских программах по разработке биологического оружия в Украине. Хотя Вашингтон и Киев неоднократно опровергали эти обвинения. Кто и как в России решает, какой вид животного мира на этот раз станет объектом для обсуждения в контексте биологического оружия. Это, собственно, принцип, который еще Гитлер когда-то описал в книжке «Майн Камп» под названием «Большая ложь». Что ложь должна быть настолько огромной, что человек не может поверить, что все это выдумано на пустом месте. И если много официальных людей дружно в один голос рассказывают про биолаборатории комаров-убийц, сраженных голубей, там было много раз такого плана истории, то слушающие это начинают думать, что, ну, может, конечно, это какое-то преувеличение, может быть, непосредственно комаров и голубей не было, но все-таки какие-то биологические опыты явно проводились, не может же все это быть совсем выдумано. Мне кажется, что российский руководитель живет в какой-то альтернативной реальности, и мнения остального мира им, в общем, неинтересны. Они даже довольно публично об этом заявляют, что плевать нам, что о нас там подумают уже, мосты сожжены. И все это работает исключительно на внутреннюю аудиторию, как и, собственно, вся нынешняя российская пропаганда. Биолаборатории — не единственная тема от России, в которую не поверили ни в совбезе ООН, ни мировые лидеры. 23 октября РИА Новости написали о том, что Украина готовит провокации с грязной бомбой, аналогом ядерного оружия, под руководством западных кураторов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в тот же день позвонил французским, турецким и британским коллегам с целью рассказать, что грязная бомба нужна Украине для того, чтобы лишить Россию поддержки стран-партнеров. Россия в попытках оправдать целесообразность войны против Украины готова рассказывать и о грязных бомбах, и о птицах-убийцах, и даже о так называемой десатанизации Украины. Лишь бы люди поверили. Не исключено, что на нашей территории уже используются эти вещи. Я вообще думаю, что прежде всего это бактериологическое оружие будет использовано для насеяния, для подрыва экономики. Какие-то такие комарики, лечат и не казать, поголовья птиц. А я, кстати, вот я был недавно у себя дома, мне говорят, почему-то воробьи исчезли. Понимаете? Ну они уже исчезли, я вижу. Сразу хочется сбежать из этой страны. В любую страну абсолютно. Россия перед самой своей смертью, Россия самого ближайшего будущего будет редким, труднопредставимым кошмаром. Но другого пути ей, честно говоря, не оставлено. Это будет кровавая, гротескная, шизофреническая пародия на СССР. Россия окончательно преобразуется в одичавшее пространство, набитое суррогатами всего на свете, пропитанное кровью, слезами, нашпигованное блестителями скреп, фальшивыми пионерами, злобными православными ханжами, стукачами и жаждущими посадок врагов народа общественниками. Страна ларьков, страна рабов. В ней будет запрещено вообще все, а трендом основным станут нищета и злоба. Сейчас закончится ситуация, когда-либо закончится ситуация, но мы будем все равно в мире находиться, не в безвоздушном пространстве, а к этому времени этот мир изменится, мы опять будем находиться в прошлом мире. Если ядерная война не случится. Все-таки очень хочется надеяться, что у нас не настолько, очень хочется, не хочется умирать, честно говоря, вообще не хочется. В военное время всех паникюров расстреливали на месте. И нам все это со временем предстоит, поэтому до ядерной войны можно не дожить. Второе по поводу дипломатов. Не надо меня перебивать.